Алкоголь. В сорняковой латыни этим словом обозначали порошки и дистиллированную воду. В русском языке чаще всего выступает как синоним словосочетаний эталон, этиловый спирт и алкогольные напитки, то есть напитки, содержащие этиловый спирт в существенных концентрациях. Алкоголь – это депрессант, то есть вещество, замедляющее все процессы в организме. Небольшие дозы алкоголя придают ощущение расслабленности и уверенности в себе. В больших дозах он замедляет реакцию и отрицательно оказывает влияние на, например, глазомер и координацию движений. Садиться за руль в нетрезвом виде крайне опасно. Человек в состоянии сильного пнения, испытывает тошноту, головокружение, может, к примеру, потерять сознание. Тогда ко всему прочему добавляется опасность захлебнуться собственной рвотой. Злоупотребление алкоголя может привести к ожирению, к язве, к циррозу печени, а также к заболеваниям мозга, почек и мышц, включая сердечную. Мозг человека, регулярно употребляющего алкоголь, в больших дозах постоянно борется с его депрессивным воздействием. Если такой человек перестает пить, его мозг по инерции продолжает свою компенсантовную деятельность. Отчего тот становится возбужденным, нервным, суетливым, у него дрожат руки, и это продолжается, пока он не выпьет еще. Вот вам типичный пример алкогольной зависимости. Пьянство разрушает мозг, печень, пищеварительный тракт и желудок. Сурроз печени и рак поджелудочной железы, заболевания пьющих людей, ожирение и гипертония, а также болезни сердца – это результат пьянства. Алкоголизм Алкоголизм – это регулярное компульсивное потребление большого количества алкоголя в течение долгого периода времени. Это наиболее серьезная форма наркомании в наши дни, вовлекающая от 1 до 5% населения большинства стран мира. Алкоголик пьет компульсивно, отвечая на психологическую или физическую зависимость алкоголя. Алкоголиком может стать абсолютно каждый. Однако исследования показывают, что для детей-алкоголиков риск обрести алкоголическую зависимость примерно в 6 раз выше, чем для детей-неалкоголиков. Изучение употребления алкоголя среди молодежи в России во многом упирается на опыт подобных исследований за границей, которые в конце 19-го – начале 20-го века широко проводились в Западной Европе и Северной Америке и велись в самых различных направлениях. Изучались распространенность и характер употребления алкоголя учащимися. Исследовалось влияние алкоголя на детский и подростковый организм. Определялась взаимосвязь между успеваемостью и употреблением алкоголя. Разрабатывались и опробовались программы антиалкогольного обучения. Существенное место среди исследований этого периода занимали работы, иллюстрирующие распространенность и характер питейных обычаев, когда детям давали спиртные напитки для укрепления здоровья, аппетита, улучшения роста, облегчения прорезывания зубов, согревания, утоления голода, успокоения. Бытовавшая в 19-м и на рубеже 20-го столетия твердая уверенность в укрепляющем действии алкоголя часто имела последствиям прямую алкоголизацию ребенка. Согласно оценкам, две трети алкоголиков составляют мужчины. Исследования случаев алкоголизма показывают, что алкоголизм зачастую является частью общей картины депрессивного заболевания. Многие алкоголики страдают эмоциональными проблемами, приобретенными с детства, часто связанными с потерей, отсутствием или неадекватностью одного или обоих родителей. Бытовое пьянство может вести к алкоголизму, потому что пьющий человек начинает обращаться к алкоголю ради облегчения стресса, либо потому что оно настолько сильно, что начальные стадии зависимости остаются незамеченными. Ранний алкоголизм отмечен появлением провала в памяти. Алкоголизация подрастающего поколения большинством исследователей рассматривается как существенный индикатор неблагополучия микросоциальной среды. Этим и определяется постоянный интерес к изучению проблемы распространенности и характера ранней алкоголизации. К ранней алкоголизации относятся знакомства с опьяняющими дозами алкоголя в возрасте до 16 лет. О раннем подростковом алкоголизме следует говорить при появлении его первых признаков в возрасте до 18 лет. Мальчики чаще девочек употребляют основные виды спиртных напитков, причем с возрастанием их крепости эта разница становится существенной. Среди городских школьников распространено потребление преимущественно слабых алкогольных напитков – пива и вина. Учащиеся же сельских школ более знакомы с вкусами крепких спиртных напитков. Практически во всех социально-гигиенических и клинико-социальных исследованиях алкоголизации молодежи использовался метод опроса в различных модификациях – от заочной анкеты до интервью по телефону и клинического интервью. Наиболее трудно сопоставимы между собой данные о распространенности и частоте употребления алкогольных напитков среди молодежи, так как авторы не только различных стран, но и даже одной и той же страны в один и тот же исторический период использовали качественно отличные друг от друга методы выявления употребляющих и неупотребляющих алкоголь, различные классификации по возрасту и т.д. Несмотря на разноплановость критериев выявления злобоупотребляющих алкоголем и больных алкоголизмом в подростково-юношеском возрасте, данные различных авторов все-таки позволяют судить о том, что их число достаточно велико. Анализ материалов свидетельствует, что за последние 100 лет, независимо от уровня употребления и злоупотребления спиртными напитками, показатели распространения, собственно, алкоголизма у молодежи сохраняются на достаточно стабильном уровне, не превышающем 5% больных до 20 лет и 8-10 больных до 25 лет. Этот факт имеет принципиальное значение, так как свидетельствует о динамике возникновения и развитии ранних форм алкоголизма в целостной структуре алкогольной заболеваемости. Пьянство из-под тяжка и острая потребность в первой рюмке указывают на растущую зависимость. Пьющий испытывает чувство вины, но не может обсудить свою проблему с другими. Базовый алкоголизм – это когда пьющий не может остановиться, пока не достигает стадии отравления. Он подбадривает себя самооправданиями и напыщенными обещаниями. Но все его обещания и намерения остаются неисполненными. Он начинает избегать семьи и друзей и пренебрегать едой, былыми интересами, работой и деньгами. Наступает физическое ухудшение здоровья. Уменьшается стойкость к алкоголю. Хроническим алкоголизмом характеризуется дальнейшим моральным упадком, иррациональным мышлением, смутными страхами, фантазиями и психопатическим поведением. Физический ущерб нарастает. У пьющего уже не остается алиби, и он больше не может принимать шагов к выходу из сложившейся ситуации. Этой стадии человек может достигнуть за 5-25 лет. Излечение обычно проводится по специальным программам для алкоголиков. Психологически в алкоголике возрождается желание получить помощь, и он начинает мыслить более рационально. В идеале в нем развивается также надежда, моральная ответственность, внешние интересы, самоуважение и удовлетворенность воздержанием от алкоголя. Конечная стадия алкоголизма наступает, если алкоголик отказывается от лечения или срывается вновь после лечения. Необратимые психические и физические нарушения обычно заканчиваются смертью. Воздействие алкоголя на поведение зависит от количества спирта, достигшего через кровь мозга. Этот уровень алкоголя в крови определяется еще несколькими факторами, кроме количества выпитого. Размер печени определяет скорость окисления и выделения алкоголя. Масса самого человека определяет количество крови в организме, поскольку объем крови пропорционален ей. Чем крупнее человек, тем сильнее кровь разбавляет потребленный алкоголь, и тем больше его нужно, чтобы оказать тот же эффект. Важны также скорость и манера потребления алкоголя. Чем медленнее человек пьет определенное количество алкоголя, тем слабее его воздействие. Потребление алкоголя натощак оказывает более сильный и скорый эффект, чем потребление во время или после еды. Еда действует как буфер его поглощения. При употреблении алкоголя передача импульса в нервной системе замедляется. Первыми поражаются высшие уровни мозга. Запреты. Волнения и беспокойства исчезают, уступая место ощущению удовольства и эйфории. По мере поражения низших уровней мозга ухудшается координация движений, зрения и речь. Мелкие кровеносные сосуды кожи расширяются, излучается тепло и человеку становится жарко. Это означает, что кровь отклонилась от внутренних органов тела, где кровеносные сосуды уже сузились под воздействием алкоголя на нервную систему. Поэтому одновременно падает температура внутренних органов. Возможное усиление сексуального желания связано с подавлением обычных запретов. По мере повышения уровня алкоголя в крови, физическая половая способность все более ухудшается. В конце концов, отравляющие воздействия алкоголя вызывают тошноту и, возможно, рвоту. Похмелье – это плохо. Но теперь давайте поподробнее. Похмелье – это физический дискомфорт после потребления избыточного количества алкоголя. Симптомы могут включать головную боль, расстройство желудка, жажду головокружения и раздражительность. Похмелье образуется в результате трех процессов. Ну, во-первых, слизистая оболочка желудка раздражается избытком алкоголя и функционирование желудка нарушается. Во-вторых, происходит обезвоживание клеток, если количество потребленного алкоголя превышает пропускную способность печени, в результате чего алкоголь сохраняется в крови продолжительное время. В-третьих, уровень алкоголя оказывает шок и воздействие на всю нервную систему организма, от которого ей нужно время, чтобы оправиться. Лучший способ избежать похмелья – это не пить слишком много, а лучше вообще не пить. Но вероятность похмелья снижается, если алкоголь перемешать с закуской. Прием и поглощение спирта при этом растягивается на более длительный промежуток времени, а еда служит барьером. Неалкогольные напитки, принимаемые одновременно или после, разбавляют спирт. Болезненные последствия обычно снижаются также, если алкоголь принимается в более спокойной обстановке, а курение сведено к минимуму. Желудок успокаивается свежей высылкой – молоко, сырые яйца или просто хороший завтрак. Только после этого можно принять аспирин или другие болеутоляющие средства для облегчения головной боли. Опасность раздражения желудка болеутоляющими лекарствами гораздо выше, когда желудок пустой. Известно, что соки цитрусовых, мед и витамин С содержат в себе антипохмельный фактор. Шипучие напитки могут оказать на желудок смягчающие воздействия. Жидкости любого рода помогут восстановить жидкое наполнение обезвоженных клеток. Для почищения головы принимают кофе и чай. Кофеин стимулирует нервную систему, а сахар снабдит вас энергией. Но и кофеин, и сахар могут ухудшить состояние человека, когда их немедленное воздействие закончится. Подобным же образом, как временное облегчение, принимают еще алкоголь, который в умеренном количестве подбадривает увядшую нервную систему и вроде бы разгоняет неприятные ощущения. Но это только отсрочка. Первоначальное похмелье и похмелье от новой дозы алкоголя все еще поджидают вас впереди. Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также белых и красных кровяных телец. Итог. Малокровие. Инфекции. Кровотечение. Мозг. Алкоголь замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к постоянному кислородному голоданию его клеток, в результате чего наступает ослабление памяти и медленная психическая деградация. В сосудах развиваются ранние склеротические изменения и возрастает риск кровоизлияния в мозг. Алкоголь разрушает связи между нервными клетками мозга, вырабатывая в них потребность в алкоголе и алкогольную зависимость. Разрушение клеток мозга и дегенерация нервной системы порой приводит к пневмонии, сердечной и почечной недостаточности или органическому психозу. Белая горячка – это состояние, сопровождающее крайним возбуждением, психическим помешательством, беспокойством, лихорадкой, дрожью, быстрым и нерегулярным пульсом и галлюцинациями, которые часто возникают при приеме большого количества алкоголя после нескольких дней воздержания. Сердце. Злоупотребление алкоголем вызывает повышение уровня холестерина в крови, стойкую гипертонию и дистрофию миокарда. Сердечно-сосудистая недостаточность ставит больного на край могилы. Алкогольная миопатия – дегенерация мышц в результате алкоголизма. Причины этого – неиспользование мышц, плохая диета и алкогольное поражение нервной системы. При алкогольной кардиомиопатии поражается сердечная мышца. Кишечник Постоянное воздействие алкоголя на стенку тонкого кишечника приводит к изменению структуры клеток, и они теряют способность полноценно всасывать питательные вещества и минеральные компоненты, что заканчивается истощением организма алкоголика. Болезни, связанные с неправильным питанием и витаминной недостаточностью типа цинги, пелагры и бери-бери, вызываемые пренебрежением кедеродипианства, постоянное воспаление желудка и позже кишечника с повышенным риском язвы – печень. Учитывая, что 95% всего поступающего в организм алкоголя обезвреживается в печени, ясно, что этот орган страдает от алкоголя больше всего. Возникает воспалительный процесс – гепатит, а затем и рубцовое перерождение – цирроз. Печень перестает выполнять свою функцию по обеззараживанию токсических продуктов обмена – поджелудочная железа. Больные, страдающие алкоголизмом, в 10 раз больше подвержены вероятности заболеть диабетом, чем непьющие. Алкоголь разрушает поджелудочную железу – орган, продуцирующий инсулин и глубоко извращает обмен веществ – желудок. Алкоголь подавляет продукцию муцина, выполняющего защитную функцию по отношению к слизистой желудке, что приводит к возникновению язвенной болезни. Характерным появлением алкогольного отравления является многократная рвота. Даже единичное употребление небольших доз спиртных напитков сопровождается у подростков выраженными проявлениями интоксикации, особенно нервной системы. Наиболее тяжелые отравления наблюдаются у лиц с отягощенным анемнезом на фоне органической церебральной недостаточности или сопутствующей соматической патологии. Значительно менее однозначно можно описать характер влияния алкоголя на психику подростка. В целом, клиническая картина выраженного опьянения подростка выглядит в большинстве случаев так. Кратковременное возбуждение сменяется затем общим угнетением, оглушенностью, нарастающей сонливостью, вялостью, замедленной бессвязной речью и потерей ориентации. При первых употреблениях алкоголя примерно 53% опрошенных подростков испытывали отвращение. Со временем, с увеличением стажа употребления алкоголя, объективная картинка, однако, разительно меняется. Более 90% опрошенных подростков с 2-годичным и большим стажем употребления считали, что опьянения сопровождаются у них ощущениями колива сил, чувством довольства, комфорта, повышения настроения. То есть в высказываниях начинают появляться те атрибуты психического состояния, которые обыденное сознание часто приписывает действия алкоголя. Белая горячка возникает обычно на фоне похмелья, при внезапном прекращении пьянства или в периоде воздержания, в случаях присоединения соматических заболеваний, травм, особенно переломов. Начальными симптомами психоза являются ухудшение ночного сна, появление вегетативных симптомов и тремора, а также общая оживленность больного, отмечаемая в его движениях, речи, мимики и обычное настроение. На протяжении короткого времени можно отметить самые различные оттенки настроения, в то время как в периоде похмельного синдрома настроение однообразно, характеризуется подавленностью и тревогой, необычная смена настроения и общая оживленность усиливается к вечеру и ночью, в то время как днем эти расстройства резко уменьшаются и даже могут совсем исчезнуть, что позволяет больному выполнять свои профессиональные обязанности. При нарастании симптомов психоза появляется полная бессонница, на фоне которой сначала возникают зрительные иллюзии, а затем различные галлюцинации и бред. Люди, злоупотребляющие алкоголем, иногда впадают в состояние отупления, ведущее к коме. В крайне тяжелых ситуациях возможно и остановка сердца. Однако не думайте, что человек, выглядящий опьяневшим, обязательно употребил алкоголь. Бывает, что сходные симптомы наблюдаются и при других состояниях, к примеру, травма головы, инсульт, диабет, а также при передозировке некоторых лекарств. Если пострадавший без сознания, но еще дышит, удалите пальцами изо рта и глотки все препятствующие дыханию материалы. Это могут быть кусочки закуски, завтрак или еще что-то. Не пытайтесь вызвать рвоту. Положите пострадавшего в положение для реанимации, то есть на спину, и закиньте голову назад. А под шею положите валик. К примеру, это может быть ваша верхняя одежда. Освободите шею и талию от тесной одежды и убедите, что дыхательные пути остались проходимыми. Если пострадавший не приходит в сознание, вызовите скорую помощь. Давайте подведем некий итог. Лично я не строгий противник алкоголю. Можно иногда позволить себе употребить алкогольную продукцию в разумном количестве, к примеру, на какой-нибудь праздник. В целом в этом нет ничего такого. Но другое дело, когда ты реально злобоупотребляешь. Заглушаешь какие-то свои переживания или просто решил отдохнуть, расслабиться в конце трудной рабочей недели. Да, ты расслабился, но так продолжается каждую неделю, каждого месяца, уже не первый год. Ты самостоятельно загоняешь себя в могилу до последнего, не принимая этой правды. Алкоголизм – это тяжелое заболевание, которое развивается в некоторых случаях много лет. К сожалению, это огромная проблема, с которой сложно бороться самостоятельно. Подумайте о своем здоровье прямо сейчас. Начните смотреть на этот мир своими трезвыми глазами, а не через призму алкашки. Но мир суров, да, куча проблем, да, но алкоголь лишь усугубляет положение дел. Каждого окружает огромное количество светлого и прекрасного. Ваша семья, близкие вам люди, друзья. Так что лучше много и часто не пить. А лучше вообще не пить. Все должно быть в меру, господа. Берегите себя, берегите здоровье свое, берегите своих близких. Оставайтесь тревожными и здесь, и здесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok